Тесс Гэрритсон. Грешница. Читает актриса Алла Чевжак. Пролог. Антхра Прадеш, Индия. Водитель отказался вести его дальше. Вскоре после того, как они миновали заброшенный химический завод Октагона, асфальтовое покрытие сменилось бездорожьем. Шофер начал жаловаться на то, что кусты царапают кузов, а после недавних дождей недолго и застрять в грязи. И что тогда делать? Сидеть на мели в 150 километрах от Хайдарабада? Говард Рэдфил терпеливо выслушивал стенания, хотя прекрасно осознавал, что все кажущиеся убедительными доводы — лишь предлог, скрывающий истинную причину нежелания водителя следовать дальше. Мало кто может с легкостью признаться в том, что боится. У Рэдфилда не было выбора. Отсюда ему предстояло идти пешком. Он наклонился к самому уху водителя и уловил слабый запах пота. В зеркале заднего вида, под которым болтались и гремели бусины, он увидел отражение вперевшихся в него темных глаз. «Вы ведь подождете меня?» — спросил Рэдфилд. — «Стойте прямо здесь, на дороге. И как долго?» «Может, час. Столько, сколько понадобится». «Говорю же вам, нечего там смотреть, там уже давно никого нет». «Просто подождите здесь, договорились?» «Подождите, я заплачу вам в два раза больше, когда мы вернемся в город». Рэдфилд схватил свой рюкзак, вышел из кондиционированной прохлады автомобиля и тут же утонул в удушливом влажном мареве. Он не носил рюкзак со студенческой пары, когда путешествовал по Европе без гроша в кармане. А сейчас, пятьдесят один, вскидывая свою ношу на дряблые плечи, он мало чем напоминал себе прежнего спортивного юношу. Но в этой стороне парилки он и шагу не мог ступить без бутылки с чистой питьевой водой, репеллента, солнцезащитных очков и лекарства от диареи. И еще без фотоаппарата, с ним он тоже не мог расстаться. Он стоял, обливаясь потом, глядел на небо и думал. «Отлично, солнце уже заходит, и москиты готовы к вечерней охоте. Вот вам и ужин, маленький кровопийца». Он двинулся вперед по дороге. Высокая трава скрывала тропинку, и он ступил в борозду, тут же по щиколотку увязнув грязи. Судя по всему, здесь уже давно никто не ездил, и матушка природа быстренько отвоевала территорию. Он остановился, отбиваясь от насекомых, потом оглянулся и увидел, что машина скрылась из поля зрения. От этого ему стало не по себе. Стоило ли верить водителю, который пообещал ждать его? Парень без особой охоты согласился везти его в такую даль, а на бездорожье и вовсе разнервничался. Как он сказал, у этих мест дурная слава, много чего здесь происходило. Они просто могли исчезнуть, и кто бы стал их искать? Но Редфилд настоял на своем. Влажный воздух, казалось, сомкнулся вокруг него. Он слышал, как булькает вода в бутылке за спиной. И хотя жажда уже давала о себе знать, он не останавливался. Светового дня оставалось не больше часа, и нужно было поторапливаться. В траве жужжали насекомые, а сверху из густых крон деревьев доносились звуки, которые он счел бы пением птиц, только вот никогда еще не слышал ничего подобного. Все в этой стране было каким-то странным и сюрреалистичным. Редфилд устал тащился по грязной дороге, чувствуя, как по груди струйками стекает пот. С каждым шагом дышать становилось все труднее. Судя по карте, он прошел всего полторы мили, но ему казалось, что он идет уже целую вечность. И к тому же свежие порции репеллента ничуть не пугали москитов. В ушах стояло их непрерывное жужжание, а лицо превратилось в зудящую маску, сотканную из роя насекомых. Он оступился и рухнул в очередную глубокую яму, коленями высокую траву. Выплюнул попавшие в рот травинки, с трудом отдышался и, чувствуя, что сил уже нет, подумал, не пора ли поворачивать назад, сесть в самолет и, поджав хвост, вернуться в Цинцинате. В конце концов, трусость была намного безопаснее и гораздо комфортнее. Редфилд подавил вздох, уперся ладонями в землю, чтобы подняться, и замер, уставившись на траву. Что-то сверкнуло среди зеленых стеблей, что-то металлическое. Это была всего лишь дешевая оловянная пуговица, но в тот момент она показалась ему знаком, талисманом. Он сунул ее в карман, поднялся на ноги и продолжил путь. Всего через сотню шагов дорога расширилась и вывела на огромную поляну, окруженную высокими деревьями. Вдали показалось одинокое строение, обгоревшее каменное здание с ржавой крышей. От легкого ветерка шуршали ветви деревьев, колыхалась трава. Вот оно это место, подумал он. Вот где это случилось. Собственное дыхание вдруг показалось ему чересчур громким. Сердце гулко стучало, когда он снял с плеч рюкзак, расстегнул его и достал фотокамеру. Все документируй, думал он. Октагон попытается представить тебя вруном. Они сделают все возможное, чтобы дискредитировать себя. Так что нужно быть готовым к обороне. Ты должен доказать, что говоришь правду. Редфилд двинулся вперед к груди почерневших веток. Разворошив хворост мыском ботинка, он уловил запах горелого дерева и попятился, чувствуя, как холодок пробежал по спине. Это были остатки погребального костра. Взмокшими руками он снял крышку с объектива и начал фотографировать. Прижав глаз к видоискателю, он щелкал кадр за кадром. Пепелище. Одесская сандалия в траве. Лоскут яркой ткани, оторванной от цари. Всюду, насколько хватало глаз, он видел смерть. Говард повернулся вправо и в окошке видоискателя промелькнул зеленый ковер травы. Он уже собрался делать новый снимок, как вдруг палец его застыл на кнопке. По краю кадра скользнул силуэт. Выпрямившись, он опустил фотоаппарат и вгляделся в деревья. Теперь он ничего не видел, кроме сплетения веток. Что это было? Какое-то подобие движения, которое он уловил краем глаза? Во всяком случае, что-то темное мелькнуло среди деревьев. Обезьяна? Нужно было продолжать съемку. Световой день стремительно угасал. Он прошел мимо каменного колодца к строению с ржавой крышей, не забывая оглядываться по сторонам. Казалось, у деревьев были глаза, и они наблюдали за ним. Подойдя ближе к дому, он увидел почерневшие от копоти стены. Перед входом выселся холмик из зала их вороста. Еще один погребальный костер. Он переступил через холмик и заглянул в дверной проем. Поначалу он ничего не разглядел в этом мрачном интерьере. Наступали сумерки, а внутри было еще темнее, сплошь черные и серые тона. Он подождал, пока глаза не привыкнут к темноте. Со все возрастающим изумлением он заметил, что в глиняном кувшине сверкнула свежая вода. Пахнула специями. Как это возможно? За спиной хрустнула ветка. Он быстро обернулся. Одинокая фигура стояла на поляне. Вокруг все замерло. И деревья, и птицы. Фигура двинулась навстречу какой-то странной подпрыгивающей походкой и остановилась в нескольких шагах от него. Камера выпала из рук Редфилда. Он в ужасе отпрянул. Это была женщина, и у нее не было лица.